Жители дома номер 28 на улице Ленина опасаются разрушения своих квартир. Все из-за того, что подвал под одним из подъездов был перестроен. Полы в нем углубили, в стенах сделали окна. И несмотря на то, что суд обязал собственника привезти помещение в первоначальный вид, он не торопится выполнять вердикт Фемиды. Между тем, жители дома наблюдают, как в их квартирах трескаются стены. Подробнее об этой проблеме далее в прецеденте. Этот дом на улице Ленина был введен в эксплуатацию 20 лет назад. По словам старожилов, буквально на завершающей стадии стройки подвальное помещение под первым подъездом перешло в частные руки. И там провели серьезную реконструкцию. Якобы ее последствия дали о себе знать спустя годы. У нас везде трещины. Конкретно в моей квартире, которая на пятом этаже находится, у нас трещины из-за нарушения подвала. Я житель первого подъезда. У меня в квартире плитка на кухне. Это уже давно. Она просто по шву лопается и как бы складывается. И буквально месяц назад у меня такое же произошло в туалете. Я услышала треск. Когда зашла в туалет, я увидела прям по швам трещины. То есть я считаю, это только из-за фундамента. Потому что у нас как такового фундамента цельного нет. У нас все нарушено. Получился не фундамент, а какое-то решето. Еще в апреле 2022-го товарищество собственников жилья на Ленина 28 обратилось с иском в суд, требуя обязать хозяина подвального помещения Владислава Бойко привести его в первозданный вид. Мы видим, что вырублено окно, которого не было. Там неизвестно, какие закладные детали, какой прочности стоят. Пол опущен в этом помещении на метр. И больше, чем на метр опущены все инженерные сети. Вот уровень пола должен быть вот здесь. Была назначена судебно-техническая экспертиза, которая пришла к выводу, что в подвале были расширены оконные проемы, демонтирована часть армирующего пояса, увеличены дверные проемы и высота потолков за счет заглубления пола. Эксперты посчитали, что такие изменения нарушают технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Комиссии экспертов установлено, что было нарушено ряд санитарных, технических, строительных норм, в результате которого в настоящее время данный подвал фактически представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, проживающих в первом подъезде данного дома. Текущего собственника Бойко Владислава Владимировича суд обязал разработать проектную документацию и привести в первоначальное положение. На исполнение решения суд дал собственнику три месяца со дня его вступления в законную силу. Эти сроки давно вышли, а восстановительные работы так и не стартовали. Как оказалось, всему виной отсутствие документации, по которой более 20 лет назад был возведен дом. Проектная организация обследовала помещение, прочитала решение суда. Пришла к выводу, что для того, чтобы разработать новую проектную документацию, нужна первоначальная проектная документация, про которую устроился дом. Бойко, имея такое требование, обратился в суд, потому что добровольно ТСЖ проектную документацию не предоставила. На этот раз победу одержал хозяин подвала. ТСЖ обязали выдать ему документы. Но там утверждают, мол, и рады бы, да бумаги не сохранились. Мы сдавали дом сами, своими силами. Дополнительно сами сдавали 2-3 раза взносы, потому что застройщик бросил дом. И дом не был сдан. По становлению мэрии акт приемки, там зафиксированы только несколько офисов, кроме его. И то, это офисы были с первого по второй этаж, а у него в техническом подвале. Каким-то образом мы узнаем, что он зарегистрировал это все в юстиции. Взаимные претензии и судебные разбирательства давно стали неотъемлемой частью будней всех участников этого спора. И, похоже, топор войны закопан будет еще очень нескоро. Между тем, неисполненное решение суда о восстановлении подвального помещения так и зависло домоклым мечом над жителями первого подъезда.